Вот, я говорю, десятилетия, я не знаю, что делать, вот, как правило, очень частая проблема в больнице, пояснить людям в подлости. То есть, если взять все бабули, да, там, встали, встали, сниз, когда там, встили, если там, ну, да, все. Вот у всех есть проблема со спиной, потому что у всех, ну, эти привычки, там тронешь, а вот я свою бабулю пытаюсь, по-моему, открутить, бесполезно, она не хочет делать. Ну, там триггер, да, триггер, триггер, когда зажатый отверстие, я, ну, дай попробую, я ей, кажется, раз, и там все, сразу, о, господи, у меня сейчас все отвалится. Вот не надо такого понимания, мы с вами уже более правы, это у них в то время не было понятия, да, да, но вот, видите, вот, такие ресницы скрученные. А мы с вами, потому что все понимаем, все умеем, поэтому нам надо стараться держаться на здоровье. Окей, сделаем, еще чтобы не вставать, последнее, чтобы чуть-чуть делать, ну, палец внизу, не, палец, север, вот это дело, север, вот это дело, север. Чтобы наша поясница была крепкая, вот эта зона, нам нужно, чтобы крепкая была и ручная зона, причем это касается не только прямой мышцы живота, мы не думаем, что это пресс, все, нет, это касается всей вот этой зоны. И мышцы ног, которые крепятся к животу, и не лишь реберные мышцы, которые крепятся к прессу, это общая зона брюшная. Если у нас в этой зоне недостаточно крепкая, то, конечно же, она будет помогать, если мы не задержали на здоровье. Так вот, так этот зон работает. Мы с вами уже тоже готовы. Знаешь задачи совсем? Все знают? Немножко согнуть. И вот такие некрасивые, можно даже пакетулить, но он не будет очень спокойно. И не вести себя в здании. Нам надо проверить, насколько это хорошо в этой зоне. Первое, что мы с вами сделаем, мы оставили ноги, завернулись. Вот, я так буду, что я отручила свою ногу. Затем я делаю полный выдох. Диафрагма моя пустая, и совсем не я могу теперь вот так сделать. Запутись. Теперь. Моя задача. Удянуть ручку к лица больше, крутить, как вверх. С воздуха, да? Вот, например, ворота, крутиться в твое внутрь. И теперь мне надо опуститься вниз, но очень медленно. Кажется, я позвоночник, чтобы, да, вот, отрагали стол. Медленно, медленно, медленно. Один коснуться пола, другой коснуться пола. Я не проваливаюсь. Я очень медленно, без лед и без воздуха. Опускаюсь, опускаюсь. Вдох. Класс. Лечь легко. Вот самое веселое, это подняться обратно. То же самое, руки вытянула. Максимальный выдох делаю и начинаю скручивание. С чего? С шеи. С позвоночника, конечно, позвоночник. Шея это моя. Закрутила. Прямо подбородком включиться, насколько получилось. И теперь мне надо, очень медленно, за счет сил скручивания, да, моего вот этого всего. Тут не только пресс, но все вместе. Плавно. Сесть. Класс. Если вы так умеете делать. То нормалек. Значит там поддержки есть. Если нет надо учиться. Ну, давайте пробуйте вместе. Как собой. Сробитесь. Выдох. И подали. Медлянно, медлянно, медлянно. то есть вы представляете, да, потому что кто-то делал кирпич чтобы каждый кирпич, один коснулся, другой коснулся, провалилась медленно, медленно, без провалов надо научиться без провалов палить так, легли, хорошо ну а теперь выдыхаем и посложнее будет сердце обратно ноги в коленке согните посильнее, а ногу в ножке шея первая пробуй подняться чуть-чуть до коленочки себя, окей помогли руками вдох если тяжело подниматься пока что в обратную сторону договорились? давайте вот смотреть у кого легко получается те ножки подальше от себя выпрямляют у кого тяжело, поближе договорились поехали три раза надо сделать ну парадочку уже сделали давайте еще два раза делать туда и обратно когда опускаетесь вниз не провалиться шею завернуть ногу пищи пищи оп все равно, да? так кто еще мне отваливается в миске и обратно когда опускаетесь вниз чувствуете Вроде медленный, 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 а плакат будет в парень. С дыханием тоже только работайте обязательно. Диафрагма не нужна. Легкие, да? Нам надо выпустить голову из легких, чтобы у нас не получилось. Еще раз, очень много. Ну-ка. Держите. 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 Плюх. Ничего страшного. Первый раз плюх. Тридцать первый плюх. Пятьдесят первый плюх. А потом на семидесятый раз уже опустились. Здесь только так работают. Мышцы бесстолковые. Их надо растягивать, стягивать, растягивать, стягивать. Чем чаще вы их растягиваете, стягиваете, тем они крепче становятся. Все просто. Регулятор. Просто регулятор. Мотнули себе на ус упражнялку. Особенно это касается тех, кто прям проваливается. Вот надо делать такое тоже. Почаще. Пятьдесят. А невозможно добавить? Сейчас вы пока заменяете. А добавить нам, просто не станет еще. Ну, сейчас я только что вернусь. Договорились? Да. Да. Сделаем. Хорошо. Но помимо этого, просто мышцы пресса. Давайте же берем. Примаете? Давайте. Примаем мышцы живота. Почему бы и нет. Эли-дэли. Запомните раз и навсегда. Когда вы делаете упражнение на пресс, поясница чувствоваться не должна. Вышли противоположные. Пресс. Скручиваем. Поясница. И все, что связано. Раз. Вышли. Поэтому. Все, что угодно. Подпишем. Когда я делаю такие тренировки, на лёгком подход качать, чувствуете снижение сил. Как это делать? Либо постарайтесь стебель, плакать, либо делайте упражнение, которое мы сейчас с вами будем делать. Легите. Коленочки к животу прижали. Руки за голову. Оно универсальное и подходит всем. Задачка наша следующая. Коснуться локтем коленки противоположной ноги. Прям коснуться. Вот это сделать. Вторую ногу вытянут. Куда вытянут? Можно вытягивать в потолок, так будет легче, поясница не почувствуется стопудово. Но, если вы посложнее были, конечно, градусы 45 от пола. А если у нас поясница крепкая и пресс уже хороший, можно опускать вниз. Вот сейчас мы с вами поиграемся, давайте каждый попробуем. Вытянуть градусов на 45, чтобы поясницу не почувствовать. Локоть обязательно касается коленки. И в момент любого упражнения на пресс когда идет скручивание, мы должны что сделать? Выдохнуть весь воздух из легких, потому что наполненные легкие мешают скручиваться. Так вот, ручка за голову, попу чуть-чуть подкрутили, чтобы поясница на полу лежала. И погнали. Не спеши. Тут, кстати, самое главное, это очень медленно сделать. Локоть тянется в коленки, вторую ногу вытянули, выдох. Держи. И медленно, медленно, медленно. Медленно. Вторая пара. Выдох. Козулись локтем. Вот эти два сантиметра, которые вы не докасаетесь, они очень важны. И вдох. И выдох. Медленно, вдох. Вот ножку вытягиваете сейчас. Поясница не чувствуется? Нет. Ну, кто в потолок. Попробуйте чуть-чуть пониже опустить ее. И вторая пара. Выдыхать надо воздух через рот. Потому что в легких воздухах очень-очень много. И через нос вы весной выдохнете, в том случае, если вы смыкаетесь. Поэтому. Ну, громко, ладно. Можно потише. Так. Но при этом не надо тесняться. Соседи должны также выше, как и вы. Так. Расскажите твое ощущение. Медленно надо работать. Хорошо. Чувствуется. На рукочке. Уто мышцы ног тоже подключаются. И лёбра тоже подключаются. У нас же на руках мышцы есть? Конечно, есть. Все же лучше лёбручка. Но если лёбручка не нас и выкладывают, у нас тут больше мяса между лёбручками. А его уже должны быть сильнее, кстати. А его уже скручивают. Помогают прессы? Просто прямая мышца живота, да? Она самая сильная, самая активная в этом движении. Но у нее очень много детей, товарищи. Поясница. Никто не чувствует это? Отлично. И ещё по три раза на каждую сторону. Но так же медленно. Вот за медленное съёмка. Поймите, раз и не всегда. Сухолический фактор – это не всегда правильнее или эффективнее. Эффективно тогда, когда мышца как можно дольше на руках не остаётся. И за счёт плавных вот этих движений, мы прорабатываем пресс намного круче. Нежели мы уже стали делать это быстро и физику толще, эффект маленький, да? Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. По три раза доделали? Запомните это упражнение надрез. Если ты, ещё раз повторюсь, на других каких-то упражнений, на других тренировках, почувствуете поясницу, делайте какое-то. Договорились? Далее, сочетание. Далее, сочетание. Такой сочетание. Далее, сочетание. Всё. Так. Дорогие. Справились. Теперь, что хочу последнее сделать? Самое приятное, даже по этому нормам, новичок скажу, нам нужна будет одна костей, двойкилограмм. У кого нету, возьмите меня. Мяч. Шары, вообще, это чудо и чудес. Я говорю, если позволяет площадь, квартиры, домик. Пусть такое мячу будет. На нем глазки не надо прорабатывать. Но площадь даже для стримы. Мяч всегда у нас стоит на коврике, пить, воспользоваться, чтобы мы сегодня никуда не уходились и не ушиблись. Нам надо будет тесно объяснять, что у меня двойка вам не нужна. Близь двойка. Ну, давайте даже две, возьмите. Две. Не будьте прийти. Татьяну, заряжусь вам. Всё. Всё. Вы уже знаете. Понимаете? Да? Ну, зато ты работаешь, какая-то нормальная. Это нужно. Две, возьмите. А ты нужна? Ой. Чуть-чуть сейчас. Другой с вами даже вижу. Протягиваем. Другие месяцы. Мы тянем спину и потом пойдем на руку. Задача. Усилить. Стена лежит, лопатки, намярчики. Прятки стоят, затылок положили волосы. Вот. Я не все упражнения делаю вместе с вами. Но обратите внимание, на этом сигнал вы заметите. Уливить. Хорошо. Две гортели. Взяли каждую руку свою. Мы сейчас уже всё поясницу не трогаем. У нас грудное. Дел чуть-чуть. Мы дадим душевые лица. Гортели притягиваем. Над грудью. Упражнение называется отведение гортелей в сторону. Большим весом это упражнение могут делать только мужчинам, которые крепкие вообще изначально грудные мышцы. Женщинам не надо. Тройки, потолок и то только тем, которые отжимаются 15 раз. Гантели подняли над грудью. Локти развернули в сторону. Чуть-чуть согнула рука. Вот нам важно оставить гантели в этой плоскости. В плоскости груди и ушей, и бухта. И раскрыть ручки в стороны. Сначала резко, сильно не раскрывайте. Чуть-чуть. Плавно вернуть обратно. В этот момент я вас спрашиваю. Локтевой сустав. К плечевому суставу комфортно? И вы говорите, да, нормально. Хорошо. Тогда пробуем второй раз шире раскрыть ручки. Прям протянуть. Если плечо дает возможность, не болит, то прям максимально широко почувствовать натяжение поднышного. И плавно обратно. Медленно работаем. Вот вы гантели раскрыли в сторону. Поверите голову в бок. Гантели где? Около уха? Или все-таки плоскости груди? Вот надо где грудь? Угу. Не спешите. Упражнение нет на вверх. Тут только растяжка будет пока. Все? Как мы любим. Растянули. Растянули. Где должны тянуться почечные поднышные пальцы. Они будут начать тренировки трубились. Прямо с грудной мышцами. Правильно? Там крепится к плечу. Вот они сейчас просто растяются. Именно. Идут обратно. Вот. Смотри, многие меняют себе вектор. Правильно. Прошу прощения. Там под умер. Еще два раза. Медленно в сторону. Задержитесь в нижней точке. Локтем прям мягче. Коснитесь. Еще одно широко расстройте ручки. И плавно обратно. И еще один такой. Правильно. И плавно обратно. Рекудиник ставит себе доделку, да? Что такое? Верно. Хорошо. Контель еще раз. Одну контель украли. Одну ставим. Теперь. С широчайшими мышцами поработаем. Упражнение называется пол ломера. Мы теперь будем чувствовать подмышку, но немного сзади. Ладошка в потолок. И между большими и позади. Упражнение пальцев. Повесим гантель. Второй рукой зафиксировали, чтобы было понятно. Исходная позиция. Гантель над подбородком. Ногти снова чуть-чуть согнуты. Лежим мы с вами удобно. Прям проверьте, чтобы прям классно комфортно. И теперь мы эту гантель выводим медленно назад. Но сначала маленькая амплитуда. Протянули. Клечевые суставы ничего. Плавно над подбородком. Почему постоянно спрашивал про плечи? Потому что эти упражнения два. Они с точки зрения пен и хайп. Убавленное движение тела. Они опасны и отрезы. Большие места делать нельзя. Брекарное какое-то плечевое плечо. В любом случае нельзя делать. Они эффективные. Они классно протягивают мышцы. Но также эти упражнения могут допредить плеча очень-очень сильно. Поэтому чуть-чуть лучше подойдите. Идем. Идем. Удобнее же. А тогда в стол произойдетесь. Но отойдитесь тогда правильно. Вы спина должны отрековать. Так вот. Аккуратно. Мы за суставы здесь с вами топлив со здоровой. Договорились? Чувствуется подмыха немного? Подмышка хватит. Так вот. И чуть дальше. Это наши широчайшие мышцы спины. Какое-то там загружение лопаток. А мы напросто заняться обратить лопатку. И я вспомнила. Так. А теперь попробуем еще ниже за голову опустить гантельку. Если не болит плечок опустишь. А обратно вернуться. И вот самый последний. Что сделаем? Мы с вами выведем гантель назад. Выпрямим коленки. И гантели коснемся пола. Подтянутся мышцы пресса. Мышцы ребер. Мышцы ног. Немножко в креплении. Где-то забедренные суставы. Где по... Гантельку можно бросить. Если руки затекают немножко, верните их в живот. Если нет, оставьте за головой. Пусть потянутся. И немножко прокатитесь. И вниз. И обратно. Вниз. И обратно. Постой. Вниз. Руки верните за голову. И еще раз. Вниз. Окей. Руки можно вернуть в живот. Я верю, что могут затекать. Перетавливаться немножко сухожилия. И обратно. Впомент. А теперь мы приклеим ножки, коснулись ладошками пола, ну-ка получится или не получится? Как в мосте, кстати, а? Кто у нас тут, гимнасты, есть такие? Протянуть прям, да, сильнее, аккуратно, если болевые ощущения, окей, в другой раз. И медленно, плавно, оплавно, если головой не делаете, то, что до головы не делаете, и последнее, если есть несколько секунд лишь, они уже надо валяются. Классно, для расслабления поясницы или для расслабления грудного отдела, это развернуться и упасть на мяч в другой стадии. Если цель расслабить поясницу, то мы должны упасть на шарик, поставить локти на пол, кулачи, угловно, кулаки упасть, выкрепить ноги. То есть у нас поясницы, получается, на верхней точке мячка. Ноги не напрягаются, прям вообще расслабьте. Я тебе даже выкрутила стопы, чтобы они мне не работали. И задержаться. Только шею обязательно расслабьте. Ну, вот, упереть тебе, да, голову в ладошки или в кулачки. И просто попой к венуку лежать. Только ноги расслабляйте. Если вы будете сильно упираться на сканию, то не будет расслабления в пояснице. Вот снова вы лежите на шарике и телом, как будто бы обняли этот мяч. И в этот момент все эти мышцы, которые так сильно страдают, чтобы держать вашу попу ровно, спину ровно, а они же все время напрягаются. Конечно, если бы не было мышц, вы бы не ходили, бы стояли, а после свалились бы на пол и все. И вот именно в этот момент, еще раз повторюсь, это не растяжка, это расслабление в пояснице. Это тоже важно. Потому что, к огромному сожалению, у нас должно тело расслабляться как так. Там и спим. Но из-за того, что у большинства из нас неправильно, какое-то какое-то расслабленное место, у кого-то диван неудобно, у кого-то слишком жестко, тем окрасом, вот мы спим, да, как все еще, что-то это вообще, что-то маленькое у нас. И в течение этого времени тоже мышцы не пригодятся, спины не совсем удобные органы. А в идеале нам, нам устраивать, нас нужно прямо, на форму, чтобы мы легли и как попочек помогли, в секунду, красави. Но если такого возможности нет, то мы вот так на шарик, когда в поле, в первую жизнь, то мышцы еще раз расслаблялись. Если нам надо расслабить грудной отдел, то мы встаем на коленке, грудь лежит на мячике, подбородок тоже на шарике, или вы, да, вот положите там что-то повлик. И вот таким образом током. То есть лопарки на самой верхней точке, получается, шара. Ручки просто расслаблены по бокам. И если есть какой-то сильно-сильный зажим, прямо вот, да, прямо вот мучают, который. Очень часто даже вы в этой группе забежите, и вроде первая минута ничего не понятно, а вторая минута, как-то спазм еще сильнее сломает. И потом, главное-главное, это дело отпускает. Но это есть прям нипотонусы, да, вообще сумасшедшим. Так, можно объективность сближать. Потихонечку поднимайтесь скорее, и давайте, чтобы поднять палечку походу, кто-то не сказал про беседу. У кого есть, ты, вы чуть-чуть проваляете. Если у вас не крылья выгодны, там свободны.